Это подробности недели. Мы продолжаем. Перекрытые дороги, сотни подтопленных населенных пунктов. В этом году неожиданно большой ущерб Украине нанес весенний паводок. Пострадавшие есть во многих областях страны. От Сумской области до Одесской и уже привычно в Закарпатье. Каким городам досталось больше других? И почему халатность нанесла убытки не меньше, чем сама стихия? Разбирался Даниил Снисор. Залитые улицы, затопленные дома и дворы. И эвакуация. Такой запомнится эта весна жителям регионов. Ущерба нанесла эта катастрофа капитальный. Капитальный не то слово. Вода даже дороги размыла. Вот так выглядит трасса возле Рамен. Офигеть. Вот это размыло. Ну да, вовремя. Но, пожалуй, сильнее всех пострадал вот этот небольшой городок в Сумской области. Ахтырка. Потоп тут начался неожиданно ночью. Большая вода пришла буквально в считанные минуты. Уровень поднялся больше, чем на метр. Вот так приблизительно. Спасателям пришлось на лодках эвакуировать жителей. Но некоторые выбирались из затопленных участков сами. Вплавь. В ледяной воде. Наталья с маленьким сыном уже спали, когда раздался телефонный звонок от соседки. Документы и немного теплых вещей. Это все, что женщине удалось в ту ночь вынести из дома. Впрочем, как и большинству жителей. Почти у всех пришли в негодность мебель и бытовая техника. Погибли домашние животные и птицы. То есть это жутко. В холодильник у нас плавал. И самое страшное, что вода с каждым часом прибывала. Чтобы спасти положение местным властям, пришлось пойти на крайние меры. Они разрушили часть недавно отремонтированной объездной дороги. Для того, чтобы вода ушла на поля. А вот причина стихийного бедствия вполне рукотворная. Это не только разлив Ворсклы. Потоп начался с прорыва самодельной дамбы. Там сорвало один из шлюзов. За их установкой и техническим состоянием не следил никто. Хотя и должен был. Сейчас в Ахтырке вода ушла. Теперь люди и чиновники подсчитывают убытки после потопа. Пострадавшим обещали компенсировать все из городского бюджета. А вот кто им компенсирует убытки, неизвестно. На Волыни на этой неделе тоже был паводок. Причем рекордный. В Шацке несколько дней шел дождь. Из-за подъема грунтовых вод грязь попала в колодцы. Пить из них пока нельзя. У людей залиты огороды, стоит вода в подвалах. Ой, на здоровье нанесло шкоду. Я боялась обикнуть, что за ничь таки стало. Все разлилось. Вообще поселок Шацк возле знаменитых озер район паводкоопасный. После снежной зимы тут реки часто выходят из берегов. Но в этот раз причина стихийного бедствия, как и в Ахтырке, тоже безответственность. Люди говорят, их топят уже пять лет подряд. А власти бездействуют. Но чиновники парируют, мол, селяне сами во всем виноваты. Залитые водой села в Черкасской области. Сильный потоп и в Бестово, водном Вилково. Улицы реки в Чернигове. Паводок в Полтавской области. И, конечно, вечно проблемная Закарпатия. Вот такая картина затоплений в этом году. И хотя сейчас есть объективные причины потепления после очередного снежного марта, но все же последствия могли бы быть менее ощутимыми, если бы противопаводковые системы нормально работали. И природной стихии не способствовала бы человеческая безответственность. Данил Снисер, Снежана Сидорук, Сергей Ведмить. Подробности недели. Телеканал Интер.